Ударные беспилотники, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, бронетанковая техника, системы ПВО и многое другое. Менее суток до открытия 10-й выставки Милекс-21. На площади в 16 тысяч квадратных метров будут представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции, Узбекистана. Самая масштабная экспозиция у нашей страны. Организации, выходящие в систему Госкомвоенпрома, выставляют свыше 300 образцов техники и вооружений. Почти половина из них — новинки. Владимир Королев — один из немногих, кому удалось побывать на выставке до ее открытия. Мало кто видел вот такую выставку за сутки до официального открытия. Здесь кипит настоящая работа. Кто-то монтирует образцы, кто-то настраивает экспонаты. Сложно поверить, что завтра здесь все будет в самом лучшем виде. Одна из самых ярких новинок юбилейного Милекса — ударный беспилотный вертолет «Хантер». Этот охотник способен взять на борт 200 килограммов полезной нагрузки, в том числе и ракеты. О том, что он умеет, подробно расскажут завтра на презентации. Пока многое держится в секрете. На выставке представлена и самая передовая система видеонаблюдения, которая фиксирует и распознает каждого входящего в комплекс. Таким мониторингом уже оборудована Минск-Арена. Мы пока работали, зафиксировали даже вас. Война не начинается молниеносно. Она начинается с подготовительных каких-то мероприятий, с работы внутри государства. Поэтому вот эта система будет работать в первую очередь. Она должна найти, обеспечить безопасность стране. А потом уже будут работать эти средства. В основе белорусской экспозиции принципиально новые высокотехнологичные образцы вооружения, военные и специальные техники, созданные на основе новейших информационных и телекоммуникационных технологий, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Чем ниже лететь, тем сложнее обнаружить. Но для военных нет ничего невозможного. На выставке представлена целая линейка радиолокационных комплексов для обнаружения маловысотных целей. Большинство из этих машин работают в автоматическом режиме без участия оператора. Дроны, низколетящие самолеты и вертолеты. Все это под силу заметить комплексу РОСА. Рядом стоит трехкоординационная РЛС «Восток-3Д». Эта машина, наоборот, отвечает за расстояние до 360 километров. А вот и гроза всех дронов. Станции радиоэлектронной борьбы. Гроза не только обнаружат беспилотники, но и посадят аппарат, подавив сигнал управления. Уже завтра здесь будут посетители и официальные делегации, гости журналисты. А сегодня подготовка техники и генеральная репетиция церемонии открытия. Кстати, это последний момент без суеты увидеть передовые машины. В будущем часть из них будут поставлены на вооружение в разные страны мира. Владимир Королёв и Тимофей Гамзунов. Агентство теленовостей.